Приветствую, любители Москвы! Вы смотрите передачу «Московская феносреда» о сезонных изменениях, которые происходят в периоде московского края на текущей неделе. У нас продолжается весна, причем очень хорошая, теплая весна. Она продолжает... Март месяц, март был теплый, хороший месяц, намного там превысил многолетнее значение. Ну и вот в апреле тоже все продолжилось, небольшое, буквально два дня было похолодание, казалось, вот уже зима вернулась, правда снег все-таки не выпал. Как севернее, скажем так, туда вот, ближе к Новгородской области, Тверской, но уже было такое состояние, как будто прямо вот сейчас еще немножко и снег уже снова выпадет. Но снега не выпало, а потом пришлось снова опять, так сказать, хорошее такое, настоящее тепло. Вот, в апреле, и вот очень такая приятная теплая погода к нам вернулась, и в общем все уже фактически распускается потихоньку, расцветает, почки вовсе уже набухли, я смотрю на деревьях. Так что вот они уже еще немножко, буквально, если недельку, там буквально недесять, постоит еще такая погода, то деревья уже будут вовсе зеленеть. Вот, осталось совсем немножко, они уже прям готовы, они уже прям буквально почти покрылись прям какой-то такой зеленым таким наростом, кора, там все уже стебли. Чувствуют, что им прям уже хочется распуститься, но немножко все-таки не хватает пока еще тепла. Ну и долговременность, то что у растений они реагируют только на тепло, им все остальное, там какое число на календаре, там, это все особо значения не имеет. И прочие вещи. Главное, это именно температура. И когда тепло, они готовы распуститься хоть зимой. Ну, понятно, что зимой, конечно, такого тепла не бывает. Вот, ну и, кроме того, также радует нас и то, что нету практически осадков. Вот, в этом году, в марте тоже было очень мало дождей, ну, там, снега, дождей. Ну, и вот в апреле тоже практически не было. Правда, вчера все-таки вечером дождь пошел, в общем-то был, ну, не очень, может быть, и большой был, но все-таки так землю-то промочил, кое-где лужи даже образовались, так что вот был вчера. Ну, и сегодня тоже как-то с утра вроде бы было довольно-таки облачно, казалось, может быть, опять дождь пойдет. А вот потом сейчас распогодилось, и вот уже днем вовсю солнышко светит, так что день очень хороший. Вот. Ну, и в дальнейшем, по крайней мере, до конца этой недели точно ожидается довольно-таки теплая погода с температурой где-то вот, как сегодня. Может быть, даже и повыше будет температура, там, 16 градусов, может, даже и до 18, до 19 дойдет. Вот. То есть, ну, такая настоящая погода, которая, в общем, даже похожа немножко и на май, иногда и летом даже. Вот так бывает, такая температура. Вот. Ну, и уже потихоньку распускается у нас, да, зацветает береза, тополь, орешник и ольха, ива. Вслед за первоцветами уже пошла мать и мачеха тоже зацветать. В общем, такое время цветения сейчас многих растений, одни за другим. Ну, и, конечно, теплая погода, она, безусловно, этому способствует. Ну, и кроме того, также, конечно, вот это апрель, это еще и время половодий, время такой вешней воды. Ну, и вы прекрасно знаете, какие сейчас половодия по всей стране проходят, что происходит, как реки с берегов уходят. Ну, и надо сказать, что кажется, что в Москве-то вот ничего этого нету, снега уже давно нету, какие там реки, уже все давным-давно ручейки отбежали. Ну, дело-то все, просто заключается, все очень просто. Дело все в том, что Москва-река, она закована в камень, в огромные набережные. Почему мы не замечаем потопов и таких вот, да, разных разливов рек? Ну, прежде всего, Москва-реки, Яузы, да, потому что они в основном закованы в набережные. Ну, Яузы не вся, но в защитной степени. Ну, и Москва-река тоже. По крайней мере, я имею в виду в черте, конечно, Москвы, вот, прежде всего, конечно, об этом речь идет. Вот, и поэтому, как бы Москва-река не разливалась, но из берегов она все равно не выйдет. Ну, это надо, чтобы прям уж был какой-то, ну, не знаю, всемирный потоп, да, чтобы, так сказать, Москва-река вышла из своих берегов в черте Москвы. Поэтому мы этого фактически не замечаем, то есть у нас это все проходит, в общем-то, так вот, безболезненно и незаметно. На самом деле, конечно, и Москва-река тоже, она, так сказать, набухла, там увеличилась в размерах. Просто мы этого не видели из-за того, что все это компенсировалось тем, что там прошло незаметно и, в общем-то, повысилось. Но все равно осталось в границах вот этих набережных, в которых, собственно говоря, она и была построена. Мы же строили тоже с запасом за счет того, что вода, конечно, тоже будет пребывать там по весне от дождей, допустим, сильных и так далее. Ну, вот, поэтому мы это не знаем. А в Подмосковье там довольно сильные, кстати, половодия. Вот и на Окее, и на Пахри, и на Северке тоже вышла из берегов. Там очень многие такие вот и малые реки, и довольно-таки большие, заметные. Вот, они очень сильно, там подтопления довольно большие, вот, в подмосковных деревнях, не везде, конечно, но во многих местах. Вот, так что, так сказать, это, ну, может быть, не так, как там на Урале и в других, может быть, там, в Сибири и так далее. Но, в общем, тоже. Ну, у нас фактически уже так вот вся вода ушла, видите, снег весь ушел, и травка вовсю уже зеленеет. Заметили, да, что уже травка все вовсю пробивается, везде, везде прямо она вышла. Ну, сейчас начнут ее, конечно, уже сразу, так сказать, благоустраивать, поэтому все, что только там появляется, будут всячески глушить. Но пока, вот, слава богу, еще можно посмотреть на молодую травку. Пока еще, конечно, понятное дело, сейчас-то не будут, немножко попозже, там, или же уже к мае месяце начнут, наверное, все эти благоустройства. Ну, вот, все это будет. Ну, и, конечно, понятно, сейчас начались уже, так сказать, в разгаре садово-огородные работы, у кого есть, если дача, участки. Конечно, основное время, когда вот на дачу выезжают, это май месяц, да, наверняка знает, все, конечно же, майские праздники. Да, во многом специально их дают для того, чтобы люди вот могли поехать туда вот на дачу, на своем участке. Вот, ну, это, конечно, прежде всего относится к тем дачникам, которые, скажем так, именно на даче используют как место для... Все, уже кормушки, наверное, особо не нужны для птиц, они уже остались на следующий год. Вот, ну, это те, которые дачи используют для досуга, прежде всего, для тех дачников, которые, скажем так, ничего особо не сажают, не копают, вот, не выращивают там, да, просто, ну, цветочки сажают там, может, просто там отдыхают, шашлыки делают и так далее. Вот это все. Тогда, да, тогда, конечно, май. А те, которые сажают, вот, которые действительно используют дачу не только как место для отдыха, но и как и место для работы, для выращивания разных овощей и фруктов, для тех дачники уже на дачу поехали, все, там уже они вовсю готовятся, некоторые даже уже пытаются сажать. Ну, конечно, так сказать, понятно, что сейчас еще, может, рановато, потому что вы же понимаете, что сейчас в Москве-то уже снег сошел везде, да, а до этого не везде, еще в лесах кое-где есть. А, так сказать, на Подмосковье там ситуация другая, там еще на многих участках снег вовсю лежит, вот, и хотя он, конечно, такой уже мокрый весь, да, но лежит еще, да, поэтому не везде еще даже можно и сажать, и копать. Ну, уже все равно готовится, дачники у них такие люди достаточно беспокойные, им сидеть когда? Да, уже середина фактически апреля сегодня, и, конечно, надо уже быстрее все, а то пропустишь, потом уже не нагонишься, ну, потихонечку уже можно высаживать такие холодолюбивые культуры, там редис, репу, зелень всякую разную, да, петрушка тоже там, ну, отчасти укроп, он более такой теплолюбивый, но все равно, вот, ну, щабель, конечно, да, вот эти все культуры, это самое, морковь тоже довольно холодостойкая. Так что, вот, видите, вот, потихонечку все просыпается, вот, уже комары там размножаются потихоньку, скоро уже тоже, наверное, появится, если особенно тепло будет, так что, вот, и все, наверное, насекомые разные, уже потихонечку, пчелы тоже все уже просыпаются, поэтому вот природа, сейчас идет такое массовое просыпание природы, и погода, конечно, этому весьма способствует, ну, равно как и световой день тоже, который сегодня.